всем добрый день я из украины снова рада приветствовать вас на своем канале если вы уже смотрели некоторые мои видео то знаете что на канале я рассказываю об ароматах и всегда подробно показываю как выглядят флаконы оригинальные флаконы ароматов для того чтобы вы не нарвались на подделку если вам эта тема интересна подписывайтесь делитесь моими видео комментируйте их ставьте лайки ну в общем будем вместе узнавать об ароматах сегодня речь пойдет об ароматах версальского дворца у меня на канале есть плейлист есть несколько обзоров ароматов которые называются лапа фонда шато дэверсаль то есть ароматы версальского дворца сегодня расскажу о двух ароматах из этой коллекции сразу скажу что у меня тестеры поэтому не буду подробно показывать как выглядят флаконы почему потому что аналогичные флаконы я показывала это был аромат версальский сад лежан жарден де версаль и ссылочку я сброшу в инфобокс вы посмотрите внимательно как выглядит флакон этого аромата флаконы двух ароматов о которых буду рассказывать сегодня идентичны у меня еще раз прошу прощения тестеры эти два аромата ароматы жень о женщинах версаль а так называемая коллекция лезем ур дурой то есть ароматы о любовях короля королевских женщинах на сами флаконах написано что это серия дамы в садах версаля и всего выпущено четыре аромата из коллекции лезем ур дурой это о четырех самых известных фаворитках людовика 14 каждая из этих женщин была свое время на тот момент неординарной личностью только представьте что эти женщины становились фаворитками короля солнца людовика 14 значит они обладали какими-то особыми качествами как я уже рассказывала о версальской осмотеке сброшу опять же ссылку посмотрите обзоры ароматов патрисии де николаи и там я подробно рассказывала о версальской осмотеке так вот существует легенда которую о которой пишет сама компания лета фунды шатое дарсай что для того чтобы узнать парфюмерные пристрастия тех времен специально начали искать в архивах библиотеки версальского замка о том описание о том какие же были ароматы потому что то что находили флаконы уже там ничего не было то есть понюхать ничего не возможно было только по описанию библиотеки можно было понять какие же какими же ароматами пользовались при дворе при дворе короля солнце раз в версале работает даже консерватория это институт так называемый французский парфюмерии косметики и они поддерживают вот эту тему поиска старинных и парфюмерных рецептов ароматы chateau de versailles тоже как говорится были воссозданы в грассе это центр парфюмерной индустрии не только франции но и в принципе всей европы может быть даже и всего мира и так приступаем к обзорам первый парфюм о котором я хочу сказать это парфюм называется madame de racha bo я вам вот сейчас из этого флакона сады версаля надену крышечку чтобы то есть крышки подходят ко всем ароматам только в этих вот ароматах которые дамы версаля они в огромных таких выпущенных коробках как будто бы книги то есть открывается как книга большая действительно похоже прям вот на сборник сочинений наверное подразумевается тем что каждую женщину короля открывал и прочитывал ее как книгу ну то есть здесь просто в оригинальном флаконе более высокая ножка то же самое эмблема короля солнца все такое же самое сейчас не буду останавливаться на флаконе а расскажу о самом аромате и так это мадам раша бы этот аромат выпущен 2014 году а мадам раша бы она дама была середины 17 века то есть представьте как этот аромат описывает фаворитку людовика 14 жидкость оранжевая это мадам раша бы я все я буду иллюстрировать фотографии вставлять этих дам которые я нашла на просторах интернета так вот она была рыжеволосой красавицей мадам раша бы он анна жюли дуранша бы была из аристократической семьи в возрасте 15 лет она вышла замуж за своего двоюродного брата и перед тем как стать фавориткой короля она уже имела шестерых детей муж анны ран шабо способствовал в некоторой мере тому чтобы она стала фавориткой людовика потому что такие были нравы в то время любимая женщина короля имела очень большое на него влияние и дивиденды доставали семье и мужу в том числе она не соглашалась на роль фаворитки была довольно образованная умная красивая и людовик 14 сделал немало для того чтобы она обратила на него внимание он ей и ее мужу титул принца и принцессы суббит для того чтобы вот этим вот как бы завладеть сердцем анны ран шабо вот этот аромат пытается передать характер этой анны то есть аромат яркий он яблочно-мандариновый такой старт у него как будто бы это сладкие карамель сладкие карамель это аромат детских леденцов он не такой вот прям вот как сахарные до леденцы а такое впечатление что это взяли мандарины апельсины какие-то еще ягоды с малинкой добавили туда каплю розовой эссенции из этого сварили вот это все уварили и сварили леденцы то есть тут как таковой сладости сахарности нет но есть вот это ощущение сваренных фруктов без сахара и потом это все засахаренное очень яркий позитивный аромат он не настолько сильный мощный поскольку вы видите я несколько раз уже его наносила но настолько непосредственный он девичий в нем вот ярко выражена такая гендерная принадлежность то есть мы смотрим на флакон с яркой оранжевой жидкостью на эту крышку красивую представляем такую рыжеволосую образованную яркую умную женщину возле вокруг которой все кружится вертится от не очень красиво ярко пахнет фруктами именно такими нас яркими засахаренными мандаринами с розой с каким-то с амбровыми нотками очень и очень красивый аромат говорят что он не слишком стойкий в принципе я его уже покупала как тестер начатый это кто-то распродавал из остатки из магазинов он у меня довольно давно я им практически не пользуюсь мне просто нравится вот на него смотреть но иногда конечно же пользуюсь мне кажется что вот этот вот аромат подойдет абсолютно всем если вы в магазине увидите вот эти большие книги парфонды и шатур дырсай найдете там мадам ран шабо обязательно рекомендую его попробовать если вам нужен какой-то красивый необыкновенный то же время подарок который подойдет всем в принципе вот эти вот духи я очень рекомендую пробовать от него остается такое красивое сандалово амбровое послевкусие на коже мне очень нравится аромат этот где-то часа три-четыре на коже не буду говорить что он прям стойкий стойкий навсегда но тем не менее он красивый он яркий позитивный и я в принципе его рекомендую очень всем сама Анна после того как уже Людовик охладел к ней она родила то есть у нее до до того как она стала фавориткой Людовика у нее было уже шесть детей с мужем и после того как уже Людовик охладел к ней она ему родила еще пятерых детей то есть я не знаю конечно как в то время женщины рожали 11 детей это довольно таки много я считаю но тем не менее вот я ей было все нипочем скажем так огненная позитивная женщина которая все трудности преодолевает и она после того как перестала быть фаворитка Людовика дальше продолжала свою счастливую жизнь с мужем так следующий аромат это мадам де мантенон то есть тоже показываю флакон вот с крышкой предыдущей ну чтобы визуально вам было лучше видеть это аромат о франсуазе мантенон обратите внимание на цвет жидкости скорее всего компания parfum de chateau de versailles по цвету жидкости все-таки пытается действительно передать характер женщины характер очередной фаворитки Людовика четырнадцатого мадам де мантенон у нее была очень сложная судьба она была из бедной семьи из нищеты практически была умная спокойная и стала последней фавориткой короля мадам де мантенон была воспитательницей нянькой детей Людовика четырнадцатого и она была довольно старенькой к тому времени к тому моменту когда Людовик обратил на нее внимание и Людовик уже был довольно не молод она считается последней марганатической женой Людовика то есть Людовик последние дни провел именно с мадам де мантенон этот аромат я не могу сказать что он какой-то трагический или старушичий но он действительно более глубокий более серьезный он посвящен женщине которая последние годы жизни с Людовиком проводила и она была уже в возрасте обратите внимание и цвет и немного кстати я уже раньше показывала ароматы которые красят кожу поэтому обратите внимание цвет создает на коже не распыляйте его вблизи белой одежды аромат темной бархатной розы аромат с кожей здесь такой тяжелый жасмин но нет такой вот гнилостной индольности такое сразу ощущение каких-то задрапированных штор такой вот темной одежды женщины в мехах серьезной женщины дорогой богатой на коже остается удовый оттенок такой через несколько часов аромат довольно стойкий он такой умиротворяющий какой-то серьезный очень как я уже сказала вот ассоциируется с мехами с шерстяной одеждой будет очень на ней на нем на этой одежде хорошо сидеть носится очень долго и даже вечером вот после душа когда ты начинаешь мыть кожу вот это ощущение этого древесного уда такого приятного без металлического оттенка остается на коже аромат немного горьковат и несмотря на то что это вот темная роза она такая как бы пьянящая но он еще и немного горьковатый такой но аромат реально женственный то есть абсолютно не девиччи я бы сказала что он не для всех для тех кто любит тяжелые бархатные розы для тех кто любит ароматы вот из стиля может быть тициана терренци может быть не могу сказать что тут прям такое с ног сшибательные ноты удали еще чего-то но аромат очень очень серьезный без затеста я его не рекомендую покупать я им пользуюсь пользуюсь им зимой вот такие два аромата сегодня были в обзоре покажу вам сейчас эти флакончики как я уже говорила они абсолютно идентичны флаконом аромата сады версаль а если вы этими ароматами пользовались расскажите ваши отношения к ним не интересно какими вы пользовались но я просто из всех четырех дам вот выбрала вот эти вот два аромата не могу сказать кстати что эти ароматы какие-то из ряда вон выходящих и которые вы нигде никогда не услышите какие-то самобытные нет они довольно такие в них нет никакой то такой необычности вот что я хочу сказать вот эти все ароматы парфюмы версальских садов они продаются в версале в музее версаль а то есть бутике там но это как бы их такая фирменный знак я понимаю что они продают свои ароматы больше в каме и создают их больше в коммерческой цели но все-таки вот эти все легенды очень интересно читать о них и узнавать если вам понравилось мое видео ставьте лайки и до встречи в следующих обзорах